Чёрный план Смерть приближается к вам и вы движетесь в сторону смерти. И величайшее несчастье, приключившееся с человеческим умом, состоит в том, что он противник смерти. Если вы противитесь смерти, вы утрачиваете величайшее таинство. Если вы противитесь смерти, вы утрачиваете и саму жизнь, ибо они тесно переплетены друг с другом. Они неотделимы. Жизнь – это рост, смерть – её цветение. Путешествие и цель не отделены друг от друга. Путешествие заканчивается целью. Шива сказал, сосредоточьтесь на огне, восходящей в твоей форме от ступни вверх, пока тело не сгорит дотла, но не ты. Будда очень любил эту технику медитации. Он посвящал в неё своих учеников. Всякий раз, когда Будда кого-нибудь посвящал, он прежде всего советовал посвящаемому пойти к месту кремации и посмотреть, как сжигают мёртвые тела. В течение трёх месяцев он ничего не должен был делать, просто сидеть там и смотреть. Будда говорил, не думай об этом, просто смотри. А это трудно. Трудно не думать, что рано или поздно твоё тело тоже будет сожжено. Три месяца – долгий срок. И постоянно, днём и ночью, всякий раз, когда сжигали чьё-то тело, искатель должен был медитировать. Рано или поздно он начинал видеть на погребальном костре своё собственное тело. Он видел, что сгорает сам. Если вы очень боитесь смерти, вы не можете выполнить эту технику, потому что страх преградил вам путь. Вы не сможете войти в неё или не представить всё лишь на самой поверхности. Ваша глубочайшая сущность не будет вовлечена, и с вами ничего не произойдёт. Запомните, боитесь вы смерти или нет. Смерть – это единственный безусловный факт. В жизни нет ничего безусловного, за исключением смерти. Все неопределённо, только смерть является безусловным фактом. Всё остальное случайно. Оно может случиться, а может не случиться. Одна смерть не случайна. Но взгляните на человеческий ум. Мы всегда говорим о смерти так, будто она случайность. Всякий раз, когда кто-нибудь умирает, мы говорим, что его смерть была преждевременной. Мы говорим, что это как бы случайность. Но смерть не есть случайность. Одна лишь смерть. Всё остальное случайно. Смерть абсолютно определена. Вы должны умереть. Когда я говорю, что вы должны умереть, вам кажется, что это произойдёт в далёком будущем. Очень нескоро. Это не так. Вы уже умерли. Вы умерли в тот момент, когда родились. С рождением смерть стала неизбежностью. Одна часть этой неизбежности уже случилась. Рождение. Теперь должна случиться вторая, заключительная часть. Поэтому вы уже мертвы, полумертвы. Ибо родившись, человек вступает в царство смерти, входит в него. Теперь ничто уже это не изменит. Изменить ничего невозможно. Вы вошли в смерть. Вы полумертвы с рождения. Запомните. Смерть произойдёт не в конце жизни. Она уже происходит. Смерть – это процесс, как и жизнь. Она является процессом. Смерть – это тоже процесс. Мы создаём двойственность. Однако лишь смерть – это как бы две ваши ступни, две ноги. Жизнь и смерть образуют единый процесс. Вы умираете ежесекундно. Позвольте мне объяснить это следующим образом. Всякий раз, когда вы вдыхаете – это жизнь. И всякий раз, когда вы выдыхаете – это смерть. Первое, что делает новорожденный – он вдыхает. Ребёнок не может выдохнуть. Сначала он вдыхает, он не может выдохнуть. Потому что в его лёгких ещё нет воздуха. Он должен вдохнуть. И первое действие – вдох. А последним действием умирающего старика будет выдох. Умирая, вы не можете вдохнуть. Это вам известно. Когда вы умираете, вы не можете вдохнуть. Последнее действие не может быть вдохом. Последнее действие – выдох. Первое действие – вдох. Последнее – выдох. Вдох – это рождение. Выдох – это смерть. Каждую секунду вы делаете то одно, то другое. Вдыхаете и выдыхаете. Вдох – это жизнь. Выдох – это смерть. Возможно, вы этого не замечали. Однако попробуйте за этим понаблюдать. Всякий раз, когда вы делаете выдох, вы становитесь более мирным. Сделайте глубокий выдох, и вы почувствуете внутри себя некоторое спокойствие. А всякий раз, когда вы делаете вдох, вы напрягаетесь, становитесь напряжённым. Напряжённость вдоха создаёт у вас напряжение. И естественный акцент всегда делает на вдохе. Если я советую вам глубоко дышать, вы обязательно начнёте с вдоха. На самом деле мы боимся выдоха. Вот почему дыхание стало таким мелким. Вы никогда не выдыхаете. Вы только вдыхаете. Лишь тело ваше выдыхает, потому что тело не может существовать на одном вдохе. Ему необходимо и то, и другое. И жизнь, и смерть. Попробуйте проделать один эксперимент. В течение целого дня, как только вспомните об этом, глубоко выдыхайте и не вдыхайте. Пусть тело вдыхает. Вы же только выдыхаете. И вы почувствуете глубокое спокойствие. Ибо смерть – это спокойствие. Смерть – это безмолвие. Если вы станете уделять выдоху больше внимания, вы почувствуете себя неэгоистичным. При вдохе вы почувствуете себя более эгоистичным. При выдохе – менее эгоистичным. Уделяйте выдоху больше внимания. В течение целого дня, как только вспомните об этом, глубоко выдыхайте и не вдыхайте. Позвольте вдыхать телу, а сами этого не делайте. Акцент на выдохе поможет вам в выполнении эксперимента, ибо вы готовы будете умереть. Необходима готовность к смерти. В противном случае эта техника не принесет особой пользы. А вы будете готовы к смерти только в том случае, если уже неким образом вкусили ее. Глубоко выдыхайте, и вы ощутите ее вкус. Он прекрасен. Смерть восхитительна, ибо ничто не подобно смерти. Такой безмолвный, расслабляющий, тихой, спокойный. Но мы боимся смерти. А почему? Откуда в нас страх смерти? Мы боимся смерти не из-за самой смерти, ведь она нам неизвестна. Как можно бояться того, с чем вы еще не сталкивались? Как можно бояться того, что вам неизвестно? Чтобы бояться чего-то, вы должны, по крайней мере, это знать. Так что же на самом деле вы боитесь? Не смерти. Ваш страх – нечто другое. На самом деле вы никогда не жили. Вот что вызывает страх смерти. Страх появляется из-за того, что вы еще не жили, поэтому и боитесь. Я еще не жил, и если придет смерть, то что же тогда? Не испытав удовлетворения от жизни, совсем не пожив, я уже умру. Страх смерти появляется только у тех, кто недостаточно жив. Если вы живы, вы равнодушно примете смерть. В этом случае никакого страха нет. Вы познали жизнь. Теперь хотелось бы познать и смерть. Но мы не боимся жизни, что мы ее познаем. Не входим в нее глубоко. Это и порождает страх смерти. Если вы хотите войти в эту технику медитации, вы должны осознать свой глубинный страх. Этот страх нужно отбросить. Нужно освободиться от него. Лишь тогда вы сможете войти в эту технику. Вот что вам поможет. Уделяйте больше внимания выдоху. В течение всего дня вы будете чувствовать себя расслабленным. Возникнет внутреннее безмолвие. Вы углубите это чувство, если проделаете еще один эксперимент. Ежедневно в течение 15 минут глубоко выдыхайте. Сядьте на стул или на землю и глубоко выдыхайте. Во время выдоха закройте глаза. Когда воздух выходит наружу, входите внутрь. Теперь позвольте телу вдохнуть. И когда воздух будет входить внутрь, открывайте глаза и идите наружу. Затем сделайте наоборот. Когда воздух выходит наружу, двигайтесь внутрь. Когда воздух выходит внутрь, выходите наружу. Когда вы делаете выдох, внутри вас освобождается некое пространство, ибо дыхание – это жизнь. Когда вы глубоко выдыхаете, вы становитесь пустым, жизнь выходит наружу. В некотором смысле вы мертвы, на мгновение вы мертвы. В этом безмолвной смерти входите внутрь, воздух выходит наружу, закройте глаза и двигайтесь внутрь. Там есть пространство, и вы можете легко войти в него. Прежде чем выполнить описание этой техники, проделайте этот эксперимент в течение 15 минут, чтобы быть готовым, и не только готовым, но и приглашающим восприимчивым. Страх смерти исчезает, теперь смерть выглядит как расслабление, как глубокий вдох. Лягте на землю, вообразите себя мертвым, вообразите, что ваше тело – это труп. Лягте на землю и сосредоточьте свое внимание на пальцах ног. С закрытыми глазами двигайтесь внутрь, сосредоточьте свое внимание на пальцах ног, и почувствуйте, как оттуда поднимается вверх огонь, все сжигая на своем пути. По мере того, как огонь поднимается все выше, ваше тело постепенно исчезает. Начните с пальцев ног и двигайтесь вверх. Почему следует начинать с пальцев ног? Так будет легче. Потому что пальцы ног очень далеко от вашего «я», от вашего эго. Ваше эго находится в голове. Вы не можете начать с головы, это очень трудно. Поэтому начинайте с отдаленной точки. А пальцы ног – это точка наиболее удаленная от эго. Начиная огонь оттуда, почувствуйте, что пальцы ног уже сгорели, что от них остался только пепел. А затем понемногу двигайтесь вверх, сжигая все, что огонь встретит на своем пути. Все части тела, ноги, бедра будут постепенно исчезать. Постарайтесь увидеть, как они превращаются в пепел. Огонь поднимается вверх, и тех частей тела, по которым он прошел, больше нет. Они превратились в пепел. Продолжайте двигаться вверх, в конце концов исчезнет. И голова. Вы станете наблюдателем на холме. Тело останется, но мертвое, сожженное, превращенное в пепел. А вы будете наблюдателем. Вы будете свидетелем. У свидетеля нет эго. Эта техника очень полезна для достижения неэгоистичного состояния. Почему? Потому что она воздействует на очень многое. Она только кажется простой, но на самом деле далеко не проста. Ее внутренний механизм очень сложен. Первое. Ваше воспоминание – это часть вашего тела. Память материальна. Вот почему она может быть записана в клеточках мозга. Они материальны. Они – часть тела. Ваши клеточки мозга можно прооперировать и после некоторой клетки удалить. У вас исчезнут и определенные воспоминания. Вот что необходимо понять и запомнить. Если память существует, значит существует и тело. И значит вы дурачите самих себя. Если вы действительно глубоко чувствуете, что тело мертво, сожжено и что огонь полностью уничтожил его, тогда никакой памяти у вас нет. В этот момент никакого наблюдения ума нет. Все становится. Не будет ни одного движения, мысли. Будет просто наблюдение, видение того, что произошло. Пройдя эго, вы сможете пребывать в этом состоянии постоянно. Однажды вы поймете, что можете отделять себя от тела. И эта техника станет методом отделения себя от тела, методом создания зазора между вами и телом, методом пребывания в течение нескольких минут вне тела. Если она вам удастся, вы сможете оставаться в теле и в то же время пребывать вне тела. Вы будете жить так же, как жили. Но тем самым уже не будете. На эту технику уйдет не менее трех месяцев. Продолжайте ее. За один день успеха не добиться. Но если вы будете практиковать ее один час в день на протяжении трех месяцев, то однажды ваше воображение внезапно поможет вам. Возникнет зазор, и вы действительно увидите свое тело, превращенное в пепел. Тогда вы сможете наблюдать. А наблюдая, вы постигнете одно очень глубокое явление. Что эго есть нечто фальшивое, несуществующее. Оно существовало лишь потому, что вы отождествляли себя с телом, с мыслями и с умом. Вы не то и не другое, не ум и не тело. Вы отличаетесь от всего, что окружает вас. Вы отличаетесь от своей периферии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok